Масс-Эффект С которыми человечество Составляет всегалактическое общество Ностальгия, не правда ли? Деловой представитель человечины Сопровождение двух спутников Путешествие по галактической карте На звездолёде Нормандия Стандартная дилемма добра и зла Агенты и спектр Решающую судьбу целых народов После выбора личности и биографии Которые влияют на диалоги И пару побочных квестов Игрока просят указать класс Солдатик, псионик, технарь Или один из трёх смешанных 20 минут подливой возни С ползунками в редакторе персонажей И Шепард готов Вот так начинается тур Капитана Капитана, который задаст жару жнецам Так запомнилась нам трилогия Масс-Эффект Несомненно, мы все ожидаем продолжения Этой игры, и она на грани выпуска Её название Андромеда Действия игры будут развиваться После 600 лет после окончания Оригинальной трилогии На этот раз нам предстоит начать свой путь в скоплении Гелиос Который находится в туманности Андромеда Эта галактика находится по соседству с нашей В ней по-прежнему останутся расы Такие как Азари, Кроганы, Турианцы Ну и добавятся новые Расы Млечного Пути переселились в Андромеду При помощи огромного корабля под названием Арк Нечто вроде Цитадели И переводится оно Ковчег Кстати, является большой частью истории игры Большому счастью нам возвращается Мака Это как раз то, за что мне больше всего нравился Mass Effect По одним слухам, это планетоход будет единственным средством передвижения в игре А по другим, у нас будет сдюжина подобных изобретений Так что посмотрим Персонажи будут заметно моложе, без шрамов и побоев Они не будут обстреляны, как бравые вояки из Вьетнама В общем, гладколицей, как из игры Sims Однако судьба героев будет разной Кто-то был честным политиком, а кто-то скромным мародером Вам придется с ними познакомиться И, возможно, достичь высшей фазы дружбы Главный герой больше не Шепард Как понимаете, 600 лет минуло Как минимум, он 6 раз умер от старости И топографическим кретинизмом в самом начале игры пострадать придется В конце концов, нужно изучать новые пространства вместе с товарищами Андромеда отойдет от привычной концепции оригинальной трилогии Которая, между прочим, была великой космической оперой Не та опера, где Сиренаду поет Кроген Уход от концепции подразумевает множество путей разрешения возникших проблем И обзывать вас тем самым героем, которого ждало человечество, больше не будет То есть вы не избранный Вы не Нео А обычный шкодник с бластером за спиной Ключевые аспекты, как развелетленные диалоги Построение отношений и исследование мира Останутся нетронутыми Андромеда заставит вас почувствовать себя новобранцем серии Так как персонажи и все остальное будут новым и незнакомым Но дух серии и ее атмосфера останутся прежними Поэтому особенно преданные фанаты, может быть, пустят ностальгическую слезу И самое главное Андромеда будут крупнейшей игрой серии Исследования и разведка станут одним из главных факторов геймплея Планеты будут иметь один био Крупная биосистема, которая характеризуется каким-либо доминирующим типом растительности И ожидается около сотни планет с возможностью высадок и путешествий На их поверхности Это немало Например, в третьей части было всего 23 планеты Поэтому нам точно понадобится Мако В Андромеде протагонист должен быть действительно героем Найти новый дом для человечества и сопутствующих им рас Будут разные способы взаимодействия с другими расами Андромеды Дипломатия, торговля, балетные игры и война Предстоит быть разносторонним, уметь вертеться и быть способным сказать резкое слово Надавить на жалость или дать подзатыльник Все как в политике Технически Андромеда тоже сделала шаг в новую эру Благодаря новым технологиям разработчики продвинулись гораздо дальше Не только в размерах локации или лицевой анимации По их словам, все, что было показано в трейлерах и на скриншотах Является именно игровой картинкой, а не графической уловкой Да, еще немного и мы окажемся в Мако А за что вы полюбили трилогию? И что ожидаете от Андромеды? Напишите об этом Ребята, также хочу порекомендовать вам канал Данканар Здесь вы увидите обзоры, геймплей и обучение основам в новинках Индии и других разнообразных игр Автор использует новый подход и всегда учитывает мнение зрителей Ссылка в описании